Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по первой книге царей и сегодня мы будем читать 16 главу этой книги. Первая тема – Господь повелевает Самуилу помазать другого царя. Речь идет о Давиде. Помяни Господи царя Давида и всю крутость его. Давид в понимании еврейского народа – это особый избранник Божий, который внутренне наиболее близок ко Христу Мессии, чем нежели любой другой избранник. Даже такой, как Моисей или там пророк Илья, который живым был взят на небо. И всегда в еврейском народе самых древних времен существовали разные предания о том, кто такой Давид. И самое древнее предание, которое наверняка восходит ко временам второго храма, это предание о том, что когда Адам давал имена животным, а перед ним Господь провел как бы образы всех людей, которые когда-либо появятся на земле. Потому что когда Бог провел перед ним всех животных, во-первых, это физически было невозможно рассмотреть каждый вид, но в Божьем видении это оказалось возможным. И для Господа было возможным показать Адаму всех его потомков, которые появятся от него. И среди своих потомков Адам увидел одну великую душу, совершенная душа, совершенная своим величием. Это была душа Давида. И Адаму было сказано в этом видении, что вот он родится, проживет всего там незначительное время какое-то и умрет. И тогда Адам принимает решение подарить этой душе 70 лет своей жизни. Ведь Адаму было сказано, что в день, в который он вкусит от древа познания добра и зла, в этот день он и умрет. А так как тогда Адам жил в раю, а Божий день — это тысяча лет, как сказано у Бога, один день как тысяча лет, то Адам отделяет от своего тысячелетия этого Божьего дня 70 лет. И Адам умирает в 930 лет, не дожив 70 лет до окончания этого дня. Вот так древние подчеркивали в Ветхозаветной Церкви значимость Давида. И мы видим, что Евангелие от Матфея тоже начинается упоминанием Давида. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. То есть даже Давид как бы закрывает патриарха Авраама. Как бы более приближен к Мессии, являясь образом Мессии, прообразом. Итак, мы читаем «И сказал Господь Самуилу, доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем, наполни рог твой елеем и пойди. Я пошлю тебя к Иисею, вивлеметянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». То есть Господь уже усмотрел эту душу Давида, хотя в то время Давид был совершенно незначимым лицом. Но Бог судит иначе. «Кто значимое лицо, а кто не очень. И сказал Самуил, как я пойду?» То есть как это я пойду, наполнив рог, елеем, помазывать царя, а если Саул об этом узнает? «Как я пойду?» Саул услышит и убьет меня. Господь сказал, «Возьми в руку твою телицу из стада и скажи, я пришел для жертвоприношения Господу». Ну, здесь некая такая идиома «возьми в руку», это не значит, что там положи там в одну руку телицу, а в другую рог с елеем. То есть надо было взять с собой телицу как бы для жертвоприношения. «И пригласи Иесея к жертве», то есть надо было идти к Вифлеем, «я укажу тебе, что делать тебе, и ты помажешь мне того, о котором я скажу тебе». «И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда пришел он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали, мирен ли твой приход? Мирен ли приход твой? И отвечал он, мирен, для жертвоприношения Господу пришел я. Осветитесь и идите со мною, к жертвоприношению и осветил и Иесея, и сыновей его и пригласил их к жертве». Григорий Великий пишет, «Когда Самуилу повелено было наполнить елеем рог, то что же это означает, как нетребование к избраннику в пастыре Святой Церкви, чтобы он был известен не как преступник, а мог являться примером для многих, заслуживая удивительной похвалы. Ведь рог – это оружие животного, но и власть, и возможность порицания для даже высочайшего епископа разве не оружие его? И, конечно же, они разят самым острием рога, когда выговаривают грешников. Действительно, если грешник сам себе выговаривает, или другой грешник ему выговаривает, или там священников бронит, а если сам епископ, это очень серьезно. Григорий Великий пишет, тем самым разит рогом, значит, резко изобличает грешников. Рог же наполняется елеем тогда, когда сила проповедника исходит не из грубости голосовых связок, а из притягательной силы благодати. Либо же рог наполняется елеем в том случае, когда избранному пастырю разом дается и возвышенность, и добродетель помазания, то есть когда он и поднимается до высокого положения, и поскольку он возвышается, исполняется богатством заслуг. Священники помазывались полным рогом елея, потому что к их высокому положению они подходили в полной благодати. Иными словами, действительно, власть священников церкви в народе Божьем, она очень велика. И то, что жители Вифлеема вышли, старейшины, навстречу к Самуилу, пророку, свидетельствует о том, что они трепетали перед этой властью. И они понимают, что пророк может прийти как для обличения их, наказания их, так и для благословения. Поэтому старейшины, выйдя навстречу пророку Самуилу, они спросили, мирен ли приход твой? И он отвечает, мирен для жертвы, приношения к Господу, я пришел. И далее говорится о том, как Самуил помазывает Давида. И когда они пришли, он, то есть Самуил, увидев Илеафа, сказал, то есть старший сын, Есея, верно сей, пред Господом помазанник его. Вот здесь уже пророк Самуил немножко ошибся, он посмотрел на детей Есея и подумал, вот этот самый высокий, наверное, он помазанник. Почему он так ошибся? Помните, о Сауле мы читали, что он был выше всех в Израиле на голову? И Самуил, возможно, решил, что в каждом случае избранник будет вот таким же. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринулся его, я смотрю не так, говорит Господь, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце. Действительно, в случае с Самуилом весь народ обманулся. Они удивлялись его красоте, он был не только высокий, но и очень красивый. А Бог, он смотрит на наши сердца, на твое и мое сердце, и он видит нас такими, какие мы есть на самом деле. А в глазах Бога мы все абсолютно прозрачны. И позвал Иесей Аминодава, то есть другого своего сына, и подвел его к Самуилу, и сказал Самуил, и этого не избрал Господь. И подвел Иесей Саму, и сказал Самуилу, Иесей, еще один сын, и сказал Самуил, и этого не избрал Господь. Так подводил Иесей к Самуилу семерых сыновей своих, но Самуил сказал Иесею, никого из этих не избрал Господь. Иесей, Пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда. То есть Давида приглашают к пророку от ста до овец. Вот почему Бог и избрал Давида. Смотрите, все великие вожди еврейского народа, Авраам, Моисей, Давид, они были пастухами, пастырями. Общаясь с бессловесными овцами, они проходили школу, которая помогла им потом пасти словесных овец. Ведь Давид, защищая свое стадо, нападал на льва, и ворвал ягненка из его пасти, отбивал волков своих овец. То есть в нем рождались качества будущего лидера, который заботится о всех веренных его попечению людям. И послал Иисей и привели его, то есть привели Давида. Он был белокур с красивыми глазами и приятным лицом. Дословно он был красный. Вот дословно если посмотреть. В том смысле, как слово красота на старорусском, как говорили, красная девица. Не в том смысле, что она там вся краснолицая, а очень красивая. но в случае с Давидом говорится, что он был с таким красноватым лицом. Обычно это бывает с людьми молодыми, которые имеют вспыльчивый характер. У них сразу краска на лице проступает, а другой все время бледный, как поганка, не меняется. о чем нам говорит это обстоятельство. Оно говорит нам о том, что Давид был человеком для критической ситуации, который мог сердечно реагировать на все. Есть предание, что когда Сабуил увидел, как быстро он краснеет, как он может быстро вспылить, если хотите, он испугался и подумал про себя, так он же будет казнить людей, он эмоциональный, у него все чувства в краске на лице. И ангел Божий ему подсказал, да, он будет казнить людей, он царь, царь должен это делать, правитель должен наказывать делающих злое, как в послании к римлянам апостол Павел пишет, хочешь не бояться власти, делай добро, ибо начальник не напрасно носит меч, чтобы воздавать делающим злое. Но этот ангел подсказал Самуилу, но никогда Давид не будет казнить просто так людей, он будет выносить судебное решение, отталкиваясь от закона Божия. И вот этот внутренний диалог Самуила пророка с ангелом как бы успокоил его. И послал Иесей, и привели его, он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицем. Мы как бы чувствуем Руфь-Мавитянку, которая тоже была красивая. Это прабабка царя Давида. Белокурый цвет волос не свойственен чистым израильтянам. Это мавитская кровь царя Давида. И сказал Господь, когда Самуил увидел этого отрока, встань и помашь его, ибо это он, вот это он, то есть муж по сердцу Господа. И взял Самуил рог с Илеем и помазал его среди братьев его, и почевал дух Господина Давиде с того дня и после. Самуил же встал и пошел в раму. Григорий Назианзин в трактате о святом крещении пишет «Не заботься о достоинствах проповедника или крестителя. У них есть другой судья, то есть Бог, испытующий и невидимый, потому что человек смотрит на лицо, а Бог на сердце. Если Бог привел своего служителя к Давиду только потому, что Бог сам рассмотрел в сердце Давида те качества, которые позволяли ему стать царем. То есть Бог возводит людей на высоту духовного положения через других людей, чаще через священнослужителей, которые призывали таких людей во власть. Климент Александрийский в своем педагоге пишет, даже прекрасному нарциссу, как повествует греческий миф, не принесло счастья быть зрителем своего собственного образа. И если Моисей заповедует людям не делать никаких искусственных изображений Бога, то каким образом эти женщины могут поступать благоразумно, отражая в зеркале свой собственный образ, извращая свое лицо. Климент Александрийский пишет, внешний вид он ничего не значит. Да, Давид был красив, но Бог избрал его не поэтому. И женщина, которая смотрит в зеркало и по отражению в зеркале решает, хорошая она или нет, она поступает неразумно. Климент Александрийский продолжает, но и пророку Самуилу, когда он был послан помазать в цари одного из сыновей Есея и увидел старшего из его детей, прекрасного и величественного, и придя в восхищение, уже приготовился излить елей, Господь сказал, не смотри на вид его, и на высоту роста его, потому что я отринул его, человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. И помазал Самуил прекрасного не телом, но душою. Итак, если Господь естественную красоту, тело ценит менее, чем красоту душевную, то что подумает он, Господь, отринувший всякую ложь о ложной красоте, ибо мы ходим верой, а не видением. То есть верой, это внутренними вероубеждениями, а не видением наших очей. Куда они смотрят? Потому что то, как мы оцениваем человека, то, как Бог может его оценить, это все-таки принципиально разные вещи. Но этот комментарий Климента Александрийского не означает, что Давид был красив только душою. Вот в случае с Давидом он был прекрасен и телом, и душою. Это был совершенный человек в некотором смысле, с которым первый человек, Адам, по преданию, как бы поделился своей совершенной жизнью первого человека. И далее рассказывается о том, как злой дух возмущает Саула. То есть бесы пришли в движение, поняв, что появился царь над евреями, который по сердцу Господу. Значит, на Давида изливается дух Господен, как мы прочитали, и почивал дух Господен на Давиде, и как противоположность этого, 14 стих, от Саула отступил дух Господен, и возмущал его злой дух от Господа. А как же злой дух может быть от Господа? Почему в Библии так написано? Имеется в виду, что Господь попустил злому духу приступить к Саулу. И сказали слуги Сауловы ему, вот, злой дух от Бога возмущает тебя, пусть Господин наш прикажет слугам своим, которые перед тобою поискать человека искусного в игре на гуслях, и когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукою своею, будет успокаивать тебя. И отвечал Саул слугам своим, найдите мне человека, хорошо играющего, и представьте его ко мне. Тогда один из слуг его сказал, вот я видел у Иесея Вифле млянина сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного и разумного в речах и видного собою, то есть красивого, и Господь с ним. То есть многие ощутили, что Господь с Давидом, даже не посвященный в тайну его помазания. И послал Саул Вестников к Иесею и сказал, пошли ко мне Давида сына твоего, который при стадии. То есть опять он призывается от стада бессловесных овец, но в каждом случае для того, чтобы стать пастырем словесных. Отец овец потомков Авраама Исаак Якова. И взял Иесей осла с хлебом и мех с вином и одного козленка и послал с Давидом сыном своим к Саулу. Действительно нельзя царю отпускать с пустыми руками своего ребенка. И пришел Давид к Саулу и служил пред ним и очень понравился ему и сделался его оруженосцем и послал Саул сказать Исею пусть Давид служит при мне ибо он снискал благоволение в глазах моих. И когда дух от Бога бывал на Сауле а мы уже знаем что Господь пропускал чтобы злой дух сходил на него то Давид взяв гусли играл и от ранее лучше становился Саулу и дух злой отступал от него. Конечно дух злой отступал от Саула не потому что кто-то играл на гуслях. Нет. Потому что это делал человек который был движимый духом святым духом Божьим. Давид это избранник божественной благодати. Конечно присутствие злого духа в Сауле от Бога причем создает некую экзогетическую проблему и нам надо ее разрешить. Афанасий Александрийский писал это его трактат против Ариан «Итак когда кто-то отпадает от духа по причине какого-либо порока то хотя непреложная благодать пребывает в желающих если кто после падения раскаивается однако этот падший уже не в Боге потому что отступил от него сущий в Боге святой и утешительный дух но согрешающий пребудет в том кому подчинил себя как это было с Саулом ибо от него отступил дух Господин и мучил его злой дух что значит этот комментарий он означает что в духовной природе вакуум не существует или твою душу занимает дух святой или злой дух поселяется в твоей душе третьего не дано и об этом говорит Христос он говорит если изгнать из дома злых духов убрать все в доме очистить дом но не наполнить этот дом присутствием благодати Божией то изгнанные злые духи они пойдут к другим еще злейшим и скажут дом тот убран никто его не занял давайте вернемся туда и они возвращаются скопом легионом и тому человеку становится еще хуже действительно духовная природа она не терпит вакуума пустоты как и физическая природа она тоже не терпит никакой пустоты но Господь даже попуская нам чтобы какой-то злух какой-то дух злой входил в нас он конечно контролирует все это тартулиан учитель церкви в трактате о бегстве во время гонений пишет право искушать человека дается дьяволу либо ради испытания как в названных случаях когда он может сам спровоцировать или быть спровоцированным к искушению человека либо с целью обуздания грешника который передается дьяволу как мучителю тартулиан настаивает на том что дьявол иногда выполняет роль палача и больше не меньше и он продолжает так было саулом от саула отступил дух господен и возмущал его злой дух от господа и опять же такое может происходить и для смирения человека как павел свидетельствует нам дано мне жало вплоть это павел говорил о себе ангел сатаны удручает меня чтобы я не превозносился то есть первоверховному апостолу павлу вот это жало вплоть действия ангела сатаны было попущено от бога чтобы он не гордился а для других людей чтобы они смирились не превозносились мы знаем что служка преподобного серафима саровского мотовилов он в течение длительного времени был бесноватым тартулян пишет но даже и такое не позволяется для смирения святых о муками плоти если только не станет через немощь совершенствоваться их способность противостоять то есть господь никогда такого не попускает просто так если он не имеет намерения как-то образумить человека исправить человека предупредить человека одернуть человека но к сожалению царю Саулу все это на пользу не пошло потому что он слишком далеко зашел в своем нежелании подчиняться слову Бога и свое личное человеческое мнение поставил значительно выше чем волю Сознателя и Господь поэтому избрал Давида более послушного действия Божественной Благодати более открытому навстречу ей Благодати 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 Благодати